А наши ветераны-победители получают какие-то копейки. На сайтах вон собираются на ремонт крыши, на ремонт унитаза, которого нет удобства на улице у ветеранов. Позорище! Заходишь, смотришь, слезы на глазах наворачиваются, зато по телевизору сейчас будут 9 мая кричать. Вы себе, министры у нас все, правительство, по полной программе укомплектованные на пенсию уходят. А что вы сделали-то такого особенного? Ветераны войны нам с вами всем жизнь дали, а ветераны нищенствуют. Московская Городская Дума – это не только депутаты Единой России, но это еще и оппозиционные депутаты, которые вносят необходимые людям законопроекты. Каждый законопроект, который вносит оппозиция, мы с боем выбиваем рассмотрение на заседании. Достаточно вспомнить наш законопроект об отмене пенсионной реформы. Мы хотели снизить пенсионный возраст. Сколько месяцев он не рассматривался? Как нам пришлось воевать на комиссиях и просто выцарапывать право рассмотреть наш законопроект на заседании? Мы вносили законопроекты, вот сейчас даже внесен законопроект о повышении пенсии ветеранов, которых осталось всего ничего, ветеранов Великой Отечественной войны, буквально несколько десятков тысяч человек на всю страну, повысить им пенсию до уровня ветеранов. Ветеранов, которые живут в Германии, которые воевали против нашей страны. Так вот, те ветераны получают в переводе на наши деньги, рубли, от 200 тысяч рублей пенсию. А наши ветераны, победители, получают какие-то копейки на сайтах, вон, собираются на ремонт крыши, на ремонт унитаза, которого нет удобства на улице у ветеранов. Позорище! Заходишь, смотришь, слезы на глазах наворачиваются, зато по телевизору сейчас будут с 9 мая кричать. Вы вот лучше законопроект наш рассмотрите сейчас, повысите пенсии тому небольшому количеству людей. Вы себе, министры у нас все, правительство, по полной программе укомплектованные на пенсию уходят. А что вы сделали-то такого особенного? Ветераны войны нам с вами всем жизнь дали. Мы благодаря им живем. Так хоть те, кто остались, обеспечьте хоть их достойной старостью. Нет, себя любимых не забывают, а ветераны нищенствуют. Вот давайте рассмотрим этот законопроект. Мой законопроект об отмене эвакуации, эти эвакуаторы-крокодилы ездят, только отнимают средства у москвичей. Везде и всюду понатыкали этих знаков и эвакуируют, хватают автомобили. Не потому, что неправильно стоит, а специально ставят знаки, чтобы эвакуировать, чтобы наживаться. Где этот законопроект? Когда я его внесла? В прошлом году. Почему он до сих пор не вынесен, не рассмотрен? Почему мы должны выбивать, выцарапывать право рассмотреть наш законопроект? Единая Россия, он штампует каждый день на каждом заседании, один за другим рассматриваем, совершенно ненужные зачастую людям. Налоги, поборы, штрафы всякие. А как что нужное, так месяцами, годами жди. А Единая Россия у меня такое ощущение, что порой вообще находится в каком-то в домике живет. Для них и люди терпеливые, люди нашей страны, благодаря которым они получают и зарплату, и свои состояния несментные, некоторые миллиардные сколачивают. И этих еще людей терпеливых бомжового вида называют. Неприятно им видеть, видите ли, людей. Да благодаря этим терпеливым людям вы живете, как у Христа за пазухой. А те европейцы, которые вам очень симпатичны, представляю, что бы с вами сделали, если бы вы вот такие вот оказались там у них во власти. Быстренько бы вынесли. Люди у них бомжового вида, неприятные. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова